Жители одного из самых густонаселенных районов страны Маяка уже 4 года добираются домой, в школу и на работу без помощи одного из самых экономичных видов общественного транспорта – троллейбуса. В июне 2012 года из-за полного износа опоры проводов решением администрации столицы движение этого транспорта было прекращено. С 1972 года линия построена здесь на Маяке, но таковы как капитального ремонта здесь не производилось ни разу. Не то что линии, даже и подстанции, которые его обслуживают здесь на Маяке по улице Габичи, капитального ремонта не было. В декабре прошлого года тендер на полную реконструкцию контактной троллейбусной сети, объявленного Кабинетом Министров, выиграла фирма «Абхазэлектромонтаж». По словам генерального директора предприятия Давида Накопия, после полного демонтажа старых опор идет их замена. Уже проделано около 50% работы. В конце недели монтажники ждут поступления изоляторов, которые позволят приступить к креплению проводов. Мы меняем опоры, меняем изоляторы, меняем освещение, которое у нас в объемы не входит, тоже будем делать. Так как сейчас уже работы были проделаны, после того, как мы запустим линию, чтобы маяк был освещен, тоже эти работы будем проводить. 20 километров провода получается и 330 топор. За ходом работ следит столичное управление «Горстрой». Специалист по технодзору Эрик Сабеки отметил, что работы выполняются качественно и оперативно. Значит, сметная стоимость изначально была в районе 43 миллионов, но так как в тендере участвовали несколько фирм, сумма уменьшилась на 11 миллионов. Работа идет нормально, все по графику. По графику работы «Абхазэлектромонтаж» должен завершить полную замену опоры проводов в конце августа. Но, по словам директора фирмы, уже через месяц линия рынок «Маяк» будет готова к эксплуатации, а жители «Маяка» смогут воспользоваться троллейбусом.